Сублимированные кобыли и молоко производят по уникальной технологии в Карагандинской области. За год изготавливают до 10 тысяч тонн. Желающие купить есть как в Казахстане, так и за рубежом. Сейчас ведутся переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. В ходе рабочей поездки по региону Акимобласти ознакомился с производственными кооперативами Асакаровского района. Подробности у Антона Александрова. Как организована работа на агропредприятии, ознакомился Акимобласти в ходе рабочей поездки по Асакаровскому району. Здесь трудоустроено около 100 человек. Засеяли в этом году 12 тысяч гектаров. В следующем хотят довести этот показатель до 15 тысяч и начать программу развития орошаемых земель. В этом году мы провели посевную на 12 тысяч гектар. На следующем подпланируем увеличение до 15 тысяч и программу развития орошаемых земель. В этом году приобрели технику «Класс», технику «Хорш». На полтора миллиарда тенге предприятие в этом году закупило 12 единиц спецтехники. В следующем году объем инвестиций планируют увеличить до 2,5 миллиардов. В общем, в этом году по Асакаровскому району зерновых и картофеля засеяли на площади 444 тысячи гектаров. В рамках рабочей поездки Акимобласти повстречался с сельхозтоваропроизводителями. Ну, главное, чтобы урожай был. Ну, понятно, что дождей, погоды, что это было. Я тоже не знаю, что это было. Тоже вам большая благодарность, что вы этим вопросом занимаетесь. Сельское хозяйство, все мы знаем, что это было. 24 на 7. Круглый год. Ознакомился глава региона и с процессом производства сублимированного кобыльевого молока. Выпускают его по немецкой технологии с использованием автоматического оборудования. Сразу же после дойки молоко попадает в цех, где начинается его обработка. Это позволяет сохранить все полезные свойства. Лошади у нас уникальные, казахская порода. Это лучшая порода для данного молока. И сам продукт Саумал является уникальным, очень полезным. В этом году поголовье лошадей здесь увеличили с 1500 до 2300. Это позволило больше выпускать востребованной даже на международном уровне продукции. Сейчас уже ведут переговоры с покупателями в Дубае. Так, результат труда из сельского округа Жансаре Сакаровского района становится узнаваемым не только в Казахстане, но и за его пределами.